Вот до 300 голов довели. Ну, это почти стабильно держим. Каждый год кредит получаем, получаем свои жилищные условия. Это стадо по нынешним меркам довольно большое. 300 голов овец, не считая коров, которые у Дженебека Большевикова тоже имеются. Как только сошел снег и вылезла первая трава, поголовье выгоняют на выпас. Ведь, как говорит животновод, нет ничего лучше сочной свежей травы, а для нее сейчас самое время. Сегодня Дженебека и его семья выплачивают уже третий кредит. Первый в свое время брал как технический на приобретение трактора. А вот следующий ушел как раз на увеличение поголовья скота. Дженебек один из тех, кто в 2012 году как раз сумел получить 7% льготный заем в размере 300 тысяч сомов. Эти деньги, наконец, помогли его семье, что называется, раскрутиться. Ну, объем был животных, ну, надо было его продать, а продать, что его, вместо того, остановить денег нет уже. Если продать, надо, на эти деньги придется купить снова поголовье. А кредит получишь, на кредит покупаешь поголовье, а то, что полученный доход, используешь на другие нужды. На расширение возможностей. На расширение возможностей для строительных кошар, для купли, как говорится, квартиру, например, в городе я своих детей квартиру купил, машину обновил. Кроме этих кредитов государства, крестьянам, сельчанам ничего не сможет помогать. Если сельчанам будет лучше жить, тогда наплыв в город будет меньше. На имеющихся 14 гектарах земли он выращивает многолетние травы и зерновые, но вкладывать в поле не хочет, предпочитает выращивать скот. Животновод, я признается Дженебек Большевиков. К слову, по профессии он зоотехник. Оно и понятно, что в профессиональных руках скот легко множится. Чтобы купить вновь 4 коровы и 35 овец, фермер взял кредит уже под 10%. Особи на сегодняшний день уже отелились и окатились. Тем не менее, разница в эти 3% по сравнению с предыдущим 7% кредитом все-таки заметна. Копейка для фермеров, а шутимые, копейка. Вот, например, сено. Раньше было каждый тюк меньше 150, больше 150 было. А в этом году уже до 150 оно не дошло. Видите как, тоже влияние дает. Тоже влияние дает. Почему? Потому что раз мы производим и уже продаем же еще, видите как. А для крестьян это большое дело. Если это разница, если между 7% и 10%, там 3%. Видите, это 3% считай, 10% это на миллион сомов получается 100 тысяч. А 7% 70 тысяч. На 30 тысяч можно одну кабулку купить. А что, вот для выгода. Как отмечает наш герой, если бы государство продолжило эту программу по 7% кредитам, сегодня для крестьян они были бы уже по 5%. Ведь и в 11 и 12 годах заемы показали отличный эффект и полную возвратность. Такая ставка по процентам оптимальная, считают и в Министерстве сельского хозяйства. Во-первых, самое главное, у нас будет стабильная, как бы, продовольственная безопасность страны. Будет, как бы, наш внутренний рынок заполнен продуктами, нашими производителями. Как мы всегда говорим, это органически чистыми продукциями. Будет увеличен экспортный потенциал в страны ЕАЭС и третьи страны. Ждем, если, как бы, этот закон будет принят, подписан, то будет существенный рост нашего сельскохозяйства. И это будет толчок. И будет рост намного выше, чем сегодняшний показатель. Между тем, за последние три года было выдано более 17 миллиардов сомов. Прокредитовано 53,5 тысячи клиентов. Каждый год сектор сельского хозяйства показывает прирост в 3%. Вместе с аграриями и в Минсельхозе возлагают большие надежды на закон о 7% кредитах. Теперь дело лишь за президентом.